Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Hyundai Tucson. На видео автомобиль в комплектации Family с бензиновым мотором объемом 2 литра с полным приводом и с механической коробкой передач. Цвет автомобиля белый не металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые 17-дюймовые с шинами размерностью 235 на 65. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна, коли плавник расположена в задней части крыши. Релинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверя окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован ставками под рояльный лак. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Сидение оснащено электрегулировкой поясничного подпора. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Посередине расположен многофункциональный дисплей. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний протитуманный фонарь. Указатели поворотов. Левый и правый. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателя поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами со светодиодными ходовыми огнями. Передние протитуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 181 миллиметр. Задние фонари и подсветка заднего номера с обычными лампами. Указатели поворотов расположены в заднем бампере. Задняя протитуманка расположена слева в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Далее на водительской двери идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только водительский стеклоподъемник с доводчиком. Регулировка корректора фар. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимый на многофункциональный дисплей. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль двух зон. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры с водительской стороны. Кнопки регулировки температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «АЦ» отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковой зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположена кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Подстаканники, расположенные в центральном тоннеле. В основании центральной консоли расположены два USB-разъема и розетка на 12 В. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Кнопка включения электробогрева руля. Кнопка включения заднего парктроника. Кнопка включения камеры заднего вида. Кнопка включения имитации блокировки центрального дифференциала. Кнопка системы помощи при движении по склону. Drive Mode – система переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами Eco, Normal или Sport. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая шестиступенчатая. Для включения задней передачи необходимо потянуть за кольцо на рычаге коробки. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних сидений предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Снизу расположены два USB-разъема. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка и крючок. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 539 литров. Слева в багажнике находится розетка на 12 вольт. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сидения необходимо потянуть за ручок. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сидения складываются без ступеньки. При сложных сидениях объем багажника составляет 1903 литра. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 54 литра. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объемом 2 литра с отдачей 150 л.с. Мы с вами осмотрели кроссовер Hyundai Tucson в комплектации Family. С бензиновым мотором, объемом 2 литра, с полным приводом и с механической коробкой передач. Прайсовая цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 2 144 000 рублей. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Hyundai Automir Marina. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...